Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Биткоин вот-вот удивит тебя и об этом говорит очень простой фрактальный паттерн, который постоянно повторяется снова и снова. Видишь ли ты то, что вижу я на графиках? Если нет, то поставь лайк под это видео, это поможет большему количеству людей увидеть то, что я хочу показать всему миру. Это видео откроет глаза многим и, возможно, тебе самому. Давай приступим сразу к делу и начнем с индекса страха и жадности на криптовалютном рынке. Здесь нам нужно обсудить это дно, которое повторяется снова и снова. Оно рисует нам интересный фрактал, который тебе обязательно нужно использовать, если ты хочешь понимать, когда покупать биткоин. Однажды я уже вскользь об этом упоминал. Когда они достигают нижней голубой границы, создается очередной фрактал. И у биткоина этот фрактал повторяется и повторяется на протяжении последних четырех лет. Когда индекс находится на территории экстремального страха, в этой голубой зоне от 10 до 20 пунктов, биткоин формирует целый кластер. Например, вот здесь в ноябре 2018. Даже если ты не смыслишь ничего в графиках, ты увидишь этот кластер экстремального страха. И он говорит нам о том, о чем остальные падения до этого уровня не могли сказать. Ведь остальные падения задерживались возле этого диапазона совсем ненадолго. Это же падение нарисовало целый кластер. Это очень важно. Второй такой похожий кластер произошел в апреле 2020, вот здесь. Тогда индекс тоже очень долго находился в зоне экстремального страха. Далее, множество лет, индекс страха и жадности даже не опускался ниже 40. Рынок был в эйфории до 2021 года. И прямо сейчас биткоин в четвертый раз в истории нарисовал огромный кластер, который находился в этом диапазоне. В диапазоне экстремального страха. Нужно заметить, что в предыдущие два раза это означало то, что биткоин достиг своего дна. Если биткоин очень долго проводит времени в зоне экстремального страха и рисует вот такие продолжительные фракталы, есть высокая вероятность того, что он уже достиг своего дна. Сейчас, в 2021 году, биткоин повторил фракталы 2020 года и 2018. Как выглядело это на графике цены? Декабрь 2018 года был вот здесь. Вот тогда на рынке у нас был экстремальный страх день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Очень-очень долго. Посмотри, что произошло потом, после того, как биткоин очень долго находился в зоне экстремального страха и нарисовал там тот самый кластер, который мы только что рассмотрели. Да, он сильно вырос. А что насчет апреля 2020 года, когда тоже был похожий кластер? Вот что было тогда на графике цены биткоина. В тот момент на рынке был продолжительный период экстремальнейшего страха, а после был отскок цены, после того, как опять же цена пробила эту зеленую линию и закрепилась выше нее. И после этого начался дичайший был ран биткоина. Как же отличать эти кластеры от обычных заходов настроения рынка в зону экстремального страха? Да, кластер находится в этой зоне очень длительное время. Обычный заход в зону экстремального страха – это когда индекс падает в нее, как, например, вот здесь, и сразу же отскакивает. Этот сигнал нам не подходит. Мы ищем только вот такие кластеры, как в 2018, 2020 и сейчас в 2022. Вот так все просто. Но что это все значит? А то, что мы видим здесь, то же самое в 2022 году. Огромный кластер в зоне экстремальнейшего страха, который продолжался очень-очень долго, рекордно долго. Но теперь мы видим, как индекс страха и жадности пытается вырываться из этой зоны. Означает ли это то, что и цена биткоина прорвется вверх? Давай посмотрим на прошлые ситуации. В 2018 году после кластера индекс также начал прорываться вверх. Да, он то рост, то падал, но в целом тренд был растущий, как ты видишь вот здесь. Что же тогда произошло с ценой биткоина? Она перешла в настоящий взрывной рост. Как только цена пробила эту зеленую линию и закрепилась выше нее. Об этом мы говорили в сегодняшнем видео. В апреле 2020 года произошло все абсолютно то же самое. Прорыв индекса страха и жадности из зоны экстремального страха нарисовал вот этот восходящий тренд. Что было с ценой биткоина тогда? Пробитие зеленой линии и закрепление выше нее, а затем большой рост биткоина. Что пытается сделать биткоин прямо сейчас? Да то же самое, что в 2020 и 2018 году. Индекс страха и жадности прорывается из зоны экстремального страха после того, как биткоин нарисовал огромный кластер в этой зоне. Для того, чтобы биткоин вырос, я хочу увидеть, как этот индекс будет рисовать растущий тренд, а биткоин должен пробить зеленую линию и закрепиться выше нее. Чтобы перейти в большой буллран, как в 2020 и 2018. Я уверен, буллран, который нас ожидает, удивит всех. Мало кто ожидает того, что нас ждет. Но мы должны наблюдать за индексом страха и жадности. Сейчас у него два пути. Он может откатиться назад в эту зону экстремального страха. Тогда этот прорыв будет фальшивым. Либо же он может продолжать рисовать восходящий тренд, как вот здесь и вот здесь. Тогда это будет означать, что биткоин рано или поздно перейдет в большую взрывную фазу роста, которая удивит всех. Я оставлю ссылку на этот индекс в описании под видео. Обязательно следи за его поведением. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу. А мне помогает находить мотивацию создавать новые видео. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok